Значит, с 1 января 2013 года вступает в действие новый закон о бухгалтерском учёте номер 402 от 16 ноября 2011 года. Очень много новшеств он приносит как бухгалтерам, так и предпринимателям. У предпринимателей возникает очень большая проблема в том, что теперь главные бухгалтера должны соответствовать трём критериям. Первый критерий – это иметь специфическое, специализированное образование, экономическое или юридическое. Второй – три года стажа работы по специальности за последние пять лет. Сами понимаете, что отрезок небольшой. И третий – отсутствие судимости по экономическим вопросам. В связи с этим возникает очень большая проблема в кадровом составе главных бухгалтеров. В своё время, в 90-е, начало 2000-х годов, когда не хватало бухгалтеров, очень много педагогов, медиков прошли курсы, обыкновенные курсы повышения квалификации и стали бухгалтерами. Потом они стали главными, не повышая свою квалификацию, не повышая свой статус и так далее, тому подобное. Соответственно, уровень ведения бухгалтерского учёта, к сожалению, сейчас на очень низком уровне. Это раз. Вторая проблема – это понижение квалификации бухгалтеров, соответственно, понижение их спроса на рынке. Очень большое количество бухгалтеров, которые имеют низкое образование, а претендуют на должность главного. Соответственно, у предпринимателей страдает бизнес из-за некачественного ведения бухгалтерского учёта. В чём именно страдает? Первое, значит, у нас есть жёсткое требование, что любая операция, любой контракт должен быть экономически обоснован, то есть приносить прибыль и документально подтверждён. Как правило, бухгалтера не могут помочь своим директорам, индивидуальным предпринимателям в том, чтобы это состоялось, чтобы объяснить директору о том, что да, экономически этот договор нам выгоден в этом, в этом, в этом. И для документального подтверждения нам нужно это, 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 это. Как правило, многие бухгалтера это не делают. Соответственно, когда директора, заключив сделку и её выполнив, принося им пакет документов, начинается вопрос, а что же нам с этим делать? В связи с этим я хочу обратить внимание всех директоров и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Будьте, пожалуйста, грамотны, читайте как можно больше интернет-ресурсов, сейчас это везде пишется, о том, что все операции у вас должны быть подтверждены документами, актами выполненных работ, накладными с подписями той и другой стороны, договорами между вами и контрагентами. Вот тогда оспаривать налоговой инспекцией ваши сделки будет сложно. Определить уровень главного бухгалтера на собеседовании практически невозможно. Невозможно. Мой совет, во-первых, это рекомендации других работодателей. Если главный бухгалтер у другого работодателя себя проявил хорошо и по каким-то причинам, по семейным обстоятельствам или ещё по каким-то причинам человек уходит, ему всегда дадут положительную рекомендацию. Какой бы главный бухгалтер, хороший бы ни был, есть функция контроля. Обязательно нужно контролировать движение по расчётному счёту, движение по кассе и, желательно, если есть возможность, проверять ведение бухгалтерского учёта. Но в свете данного закона индивидуальный предприниматель, неважно какой вид налогообложения, не обязан вести бухгалтерский учёт. Это единственный, наверное, член бизнеса, малого и среднего, который пока освобождён от данного требования. Общества с ограниченной ответственностью, те, которые находятся на упрощёнке, с 1 января 2013 года обязаны вести бухгалтерский учёт. Субтитры создавал DimaTorzok